ну и что это такое куда вы ползете лавруша что это такое лавра что ты делаешь они из комнаты прям приползли ребята всем доброе доброе утро не поверите иду за молоком прогуляться у нас сегодня так немножечко облачка ходит но отличная погода супер прям в общем иду за молоком снова куплю галлон у нас что-то лёвка еще подсел на этот несквик постоянно с молоком его пьет и он заканчивается быстро сейчас решила опять прогуляться наверное этой же дорожкой пойду ребят спасибо всем огромное за советы как пострич ребенка ребята у нас еще совет такой еще прозвучал попробуйте его поиграть с ним парикмахерскую ребята вы знаете у нас любимая игра у лавруши поигра в парикмахерскую он у нас несколько дней назад поиграл в парикмахерскую и отстриг кати клок волос вот такой наверное самолет так низко вот такой вот клок волос вообще отстриг с краю я ножницами что-то отрезала и слушай так собаку выгуливает вообще не могу видно не хочу я отрезала что-то ножницами там какие-то пакеты нужно было в холодильнике отрезать и он схватил эти ножницы вы знаете буквально секунда и катя отстриг клок волос просто огромный забавно это выглядело хорошо что у нее волосы знаете такие вьющиеся и там вообще не видно даже если бы ей достались волосы как нашей лизе такие прямые как солома у нее даже часто спрашивают ты их специально что ли выпрямляешь она на самом деле такие волосы вот если бы у кати были такие волосы пришлось бы ее вот так вот сильно коротко прям стричь а у нее прям вот досюда наверно кромсал так с одной стороны а волосы вьются это даже не видно этого оставили уже так как есть это у нас любимая игра у лаврика это игра парикмахерском и уже кукол стригли отстригали им все что находили том волосы им красит то он стрижет и хочется ребят иду за молоком сегодня знаете что хочу сделать сегодня хочу испечь пиццу у меня же есть дрожжи можно в русском магазине купили дрожжи рассыпчатые обычно эти сухие в общем сегодня буду делать пиццу на дрожжевом тесте я люблю когда пицца на толстом тесте поэтому сейчас посмотрю у меня просто моцареллы там напряженка дома может в этом магазине если она конечно посмотрим так хочу взять вот такие вот маслинки честно говоря не знаю зачем я их беру я их терпеть не могу но знаете красиво будет смотреться для этого в общем возьму сколько не стоит 269 это я не вижу это что такое так мне нужно найти моцареллу точно не здесь так соусы есть вот такие но у меня есть какой-то соус у меня вот такой же только с чесноком так что я его не беру так так а вот кстати 5 сыров так этот не надо вообще посмотрите наша картошка которую мы используем с удовольствием очень вкусная картошка делаем с котлетками знаете прям очень вкусно вот это по моему пармезан я возьму моцареллу 4 еще молоко господи я забыла зачем пришла за молоко еще возьму и яйца у меня честно говоря не уже закончились органик так органик сколько они тут вот 599 нифига себе это 12 штук всего представляете это что хожу раба на и знаете здесь даже корм для собачек все иду домой значит сейчас отправлю детей в бассейн всех нас там теперь вход только по браслетам уже не без раз без браслета уже никак нельзя смотрите для собачек убирать за ними без браслетов больше нельзя этом это чтобы знаете чтобы не шлун дали там всякие в гости видимо потому что пляжи закрыты и народ приезжают в гости такие билдинги и тусит там чтобы нам корона не занесли очередную сюда у нас один уже заболевший поэтому у нас или такие правила чистота чистота прям чистота знаете вот этому всегда удивлялась в европе в америке почему так чисто обувь всегда чистая но как-то после россии удивляюсь постоянно этому что такое припарковалку пить домой домой готовим пиццу смотрите сколько привезли а наша все никак не придет что это санитезер кстати сколько приходит посылок всяких каждый день так ребята приступаем будем готовить с вами пиццу так 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 что мне надо мне надо мне на так тебя смотрите я все делаю на глаз как всегда у меня не весов ничего никогда нет никаких мерных всяких стаканчиков так ну примерно стаканчик теплой водички дальше сюда насыпем наши дрожжи с вами которые мы вот они с вами в русском магазине покупали я не знаю сколько здесь будем сыпать примерно столько сколько в пакетике вот в россии брала пакетики вот я думаю вот так достаточно пакетики я не помню сколько там грамм то ли 5 грамм то ли сколько там грамм так дальше сюда же сахар я положу наверное полторы ложечки столовой даже соль не знаю сколько но примерно не знаю одну четверть там от чайной ложки примерно все это размешиваем водичка тепленькая я по моему сказал не сказал не знаю такая чуть-чуть тепленькая Вова с утра пил кофе чуть-чуть теплая водичка все это размешиваем оставляем не знаю минут на десять-пятнадцать чтобы дрожжи немножечко растворились и дальше покажу ребята песню слушаю случайно вообще на нее набрела у эмина ребята я просто плачу пока у меня там дрожжи растворяются она такая шикарная слушайте ой больше не могу ребят показать слушайте макс фадеев написал и слова и музыку послушайте кто не слышал недавно вышло что-то часов пять что ли назад случайно у меня вообще вылезло в рекомендациях с удовольствием слушаю просто рыдаю ребята такая песня такая песня ребят больше не могу а я просто знаете недавно слушала макса фадеева что-то меня прибило на его песни а стихи музыку он написал и в рекомендациях вылезла значит вот этот шедевр просто отпад короче в общем дрожжи растворяется эту труда и ухожу отправила всех бассейн и на полную мощь прям так ух если кстати кому интересно ребята просто не написано песня называется ммм like ммм помните была такая заварушка в советском союзе ммм только ребят пожалуйста не пишите мне потом волосы за рекламы была ладно я с именом лично не знакома никакой рекламы и вряд ли ребята имину агаларова нужно наша реклама откровенно говоря это знаете у нас недавно было под каким-то видео то ли костка то ли волмар что такое и под каким-то видео пришел комментарий что мы тут значит коммерческой рекламой занимаемся рекламируем эти чудные магазины ну как бы таким гигантом реклама тем более наша смешно правда ребят немножечко у меня настоялось тут все вот так у меня это выглядит немножко честно говоря я даже 15 не прождала так наливаю сюда немножко масла у меня это кукурузная этикетку дети оторвали кукурузная вообще на самом деле любое растительное масло сколько да не знаю сколько ну вот столько все и мука мука понятно наливаем насыпаем сюда муку не очень удобно я сейчас и положу камеру муку все это размешиваем ну и месим тесто до теста как обычное тесто и муку и так ребятки тесто его нужно сейчас накрыть пленочкой и на часик дать поставить теплое место но мы знаете как с вами поступим поступим так по стариночке полотенечком посмотрите как уютно и домашний по-домашнему смотрится как знаете наши бабушки мамы накрывали полотенечком посмотрите какая милота милота так ребятки с чем у нас будет собственно вот это тесто лизуха просила сделать сосисками ну хорошо сделаем сосисками добавим вот такую вот солями она уже у нас тоненько нарезана с вами так вот эту вот штуку мы сегодня с вами с утра пошли купили сейчас я ее вскрою посмотрю что там в общем нарежем ее колечками на самом деле просто просто для красоты больше ни для чего вот такой вот соус с чесноком на пиццу сойдет но я думаю да сойдет соус да соус так и вот пармезанчик этот мы с вами сегодня утром купили а это у меня остатки совсем прям остатки когда-то мы покупали в омарте большой большой пакет в общем все это может быть не все но в общем сюда сейчас немножечко постоит и начнем еще знаете что вот мне мама всегда говорила что тесто мало того что его нужно накрыть в теплом месте постоять у меня мама еще знаете как тесто делала она еще ставила тесто на что-то вот такое мягкое на полотенечко она всегда говорила что вот на мягкое тесто господи на мягкую тарелку или тазик с тестом поставишь она вроде как не помню что ты говорила в общем она как будто бы как-то лучше себя ведет как как надо я не помню что такое говорила ну давайте попробуем ребята давайте пожалуй это с вами провернем сейчас и так второе полотенечко на него тарелочку и сверху еще одно полотенечко вот так оно пусть у нас стоит давайте вот так вот ну что как вы думаете тесто хорошее получится теперь верьте в меня ребята верьте в меня вскрыла я вот эту вот банку с оливками вот так вот и еще с порежу несколько оливочек ну для красоты на самом деле вы знаете я очень расстроена знаете еще чем что у меня нет помидорки для цвета красненькой и нету зеленого болгарского перчика знаете так вот чтобы было прям вот пицца такая разноцветная разноцветная что было так она будет вот такая вот вот такая вот и собственно все ну красный соус где-то выглянет и сыр показано что у меня там поднимается тесто я надеюсь что она поднимается потому что я его не вижу но я сейчас подгляну я всегда так делаю итак смотрите сейчас так на секундочку без 22 покажу еще другие часы без 22 до так на минуточку скоро же темнеть по моему начнет у меня лев до сих пор спит и так каждый день каждый день пока я дверь не вышиву просто ногой каждый день я не я не знаю это какой-то кошмар я девчонок поднимаю еле еле а со львом вообще короче вот сегодня у меня ребят эксперимент до скольки проспит этот юноша если его не будить у меня тут музыка на всю катушку орёт понимаете дети 7 утра рут девчонки шумно очень собираются в бассейн с криками с какими-то до скольки он сегодня проспит вот самой даже интересно вот если его не будить вот мне самой интересно до скольки блин он проспит делаем ставки ребят вот я сегодня прям засниму время когда он встал даже не чешется вообще вот делаем ставки ребята во сколько станет сейчас почти два вот без 22 и так сейчас я буду так приподнимать полотенечко и смотреть вместе с вами глазками что же там происходит прошло на самом деле минут 15 и так да 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 барабанная дробь ребята она поднимается она поднимается поднимается причем уже как поднялось это всего 15 минут я знаю что так делать нельзя ребята так нельзя надо снова его накрыть и вообще не надо было его открывает только через час его вскрыть но я же не могу в общем ребята все только потому что вы в меня верили да так ребятки я совсем забыла что у меня же есть грибочки в морозилочке помните я в морозилке замораживала вот это вот темные шампиньоны которые с темными шляпками они более ароматные они у меня замороженные я сейчас отковыряю от колупаю и тоже положу на пиццу жалко что они не красненькие не зелененькие правда шучу все вот такая вот у меня будет сейчас пицца и так ребятки посмотрите 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 видите бугорочек 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 тесто идет идет к нам идет к нам тогда сушки я не буду больше ждать я не могу менять даже не в терпении моем дело а в том что дети скоро придут их а на тесту все ребят насыпаю муку раскатывая знаете что думаю многовато что-то тут на одну пиццу наверное я его разделю и половиночку в морозилочку половиночку в морозилочку как звучит правда ребята знаете я вот сейчас его разрезала на две части я думаю что я наверное две сделаю вот сюда вот они у меня влезут не влезут я думаю да тем более я сделаю на толстиком тесте на толстом тесте его не буду сильно раскатывать прям укатывает да вот прям до тонкого тонкого я люблю когда тесто знаете прям много ну и дети честно говоря тоже любят когда тесто пицца не на тонком тесте чтобы она не хрустела чтобы была такая мягкая тягучая в общем да пожалуй до 2 вот такой примерно она у меня будет толщины да знаю толстенькая ну вот я люблю знаете сейчас вторую такой же раскатаю вы знаете я вот всегда почему-то пиццу делала вот именно вот такую вот из дрожжевого теста именно такого толстым толстенькую такой мы с моей подружкой в институте учились вместе и вот постоянно то я у меня ночевала то она у меня мы постоянно пекли вот такую пиццу меня мама делала обычное дрожжевое тесто на пирожки и замораживала такими шариками в морозилочке мы всегда брали вот все подряд на нее сыпали и в общем обожали всю свою студенческую жизнь ребят на пицца это наше все в общем а еще знаете у меня в детстве была подружка самого детства с 7 по моему лет как мы переехали на другой адрес вот мы познакомились и вы знаете вот она иринка моя если ирочка смотришь тебе привет это самый добрый человек на свете вот реально самый при самый добрый человек на свете и я к чему вот вы знаете человек как это сказать любит человека тесто или как человек любит тесто как там говорится в общем когда вот все ладится вот и климой с ней безбожно много им две печеньки и вот все подряд и знаете вот Пока были со всем детьми в школе еще учились Все подряд Вот насколько человек любит печь Общаемся до сих пор Нам уже за 40 Давно Люблю-люблю, Ирочка, еще раз привет Если смотришь, не знаю, смотришь или Так, все, смотрите Ой, знаете, что нужно сделать? Наверное, наверное У меня, конечно, не все любят Но, наверное, перчиком так чуточку Вот видите, чуточку я присыпала перчика Теперь дальше насыпаем Моцарелку вниз И потом еще сверху, когда все А где ингредиенты? Вот они Вот они, вот они Так, мне надо успеть, пока у меня не пришли В общем, вот так, ребята Высыпала вот этот пакет, но там мало совсем было И сейчас вот открыла вот этот Итак, немножечко моцарелки В самый низ Вот это вот не люблю, когда вот так вот остается Поэтому всегда собираю, потому что она, знаете, так Горит потом этими такими Ошметками темными Поэтому стараюсь, чтобы лист был чистый Сейчас я его вычищу И все, и накладываем все наши ингредиенты И сверху снова посыпаем нашей моцарелкой Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот у нас, вот такие вот у нас пиццы получилось, почему грибы только здесь, потому что у нас Лёва с Машей категорически отрицают грибы любые, а тем временем время-то идёт, а кое-кто ещё дрыхнет Итак, включаем на bake, бубун старт, всё, сколько она там будет, не знаю, минут 20, наверное, я не засекаю обычно никогда, я просто её открываю и вот так вот, знаете, ножичком приподнимаю, насколько она там запеклась, пропеклась В общем, девчонки, вам большой привет! Наташку вспоминаю, когда пиццу пеку, Иришку вспоминаю, когда вообще что-нибудь пеку Я пока всё отмою под музыку Так, всё отмыли мы с вами, посудомоечку загрузили на полное, приполное, таблеточку загрузили, включаем Вечером следующее Ну всё, ребят, ждём, ждём, ждём Верьте в меня, ребята, верьте Я думаю, что всё будет хорошо Сейчас мы с вами будем ужинать или обедать Что мы будем с вами делать? А Что мы будем с вами делать? Нет, пока обедать Пока ещё обедать Если кое-кто встанет, ему тоже достанется Если нет, то нет А я почему про ужин-то ещё сказала? А посмотрите, у нас темнеть просто начало Сейчас польёт А над Майами Бич пока всё хорошо Пока хорошо Да, всё, сейчас ливанёт, сейчас мои прибегут с бассейна Ну, по крайней мере, я успела с тестом разобраться Ух ты Ребят, хотела сказать по поводу Помните, говорила, что у нас Лавруша юных парикмахер Посмотрите, волосики кукли подстрик И покрасил самое главное И вот это его труса, своя любимая Ариэль Посмотрите, какую прическу Лавруша делала Лицо мы как-то ещё отмыли, а вот с волосами как-то не заладилось Не заладилось у нас отмыть Но зато, посмотрите, юный парикмахер Вот так вот Ну что, ребят, пицца-то похоже удалась Сейчас мне её главное не проворонить теперь Но я не провороню, потому что отвлекаться мне пока некуда Никого нет Кое-кто ещё дрыхнет, поэтому, скорее всего, она удалась Сейчас достану, покажу А всё почему, ребята? Всё потому, что вы в меня верили, правда? Буддите ли всё-таки эксперимент завершить до конца Во сколько человек встанет? Может, он вообще не встанет сегодня Так, часов в 12 ночи Спокойно, Иполь, спокойно Нервничать нельзя А то дети с сиротками останутся Так, 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 ребят, всё готово Я её даже не проворонила Она там вот так вот запеклась Отлично Всё, режем ножичком Видите, на сыре стёк один грибочек Сейчас мой зайчик стёк грибочек один А кое-кто до сих пор ещё не встал Так, ну всё, режем И, как говорится, приятно во всем Маш, ты сегодня хочешь порезать? Горячая? Да Какая толстенькая у нас пицца получилась Тут наесться можно одним кусочком, по-моему, да, Машка? А Лёва, по-моему, вообще ничего не достанется Ну ладно, оставим ему кусочек Так, два сорок один Идём на рекорд, ребята На рекорд Лёвка идёт уже А мне запрещают Лёвку можно, ребята Это честно А тебе нельзя Тебе надо детей выгулить Это нечестно Девочкам в этой семье нельзя спать Ты же у нас, девочка, ты должна детей выгулить Пшено перебрать, дом убрать Ребят, пишите, вы считаете Это честно Конечно, честно Справедливость в этом доме зашкаливает Воды наносила? Мам Зерно перебрала? Да Возмущена она тут, видите ли Ребят, справедливость в этом доме зашкаливает Не восторжествует никогда Да Невер И вон тут уже полотенечко убери Сейчас, господи Ну, ты мастер прям пиццу резать Это, знаете, у нас Лиза как возьмётся за этот нож Так нарежет, что Хоть стой, хоть падай Ни одного треугольничка не будет Будут разные фигуры Будут многоугольники Будут трапеции Будет что угодно Но только не треугольнички Так, ну всё, ребятки Всем приятно вам Итак, ребята 2.53 Та-да-дам Что-то Лёвка наша Ребят, ну что? Вкусно? Да Ну просыпайся, просыпайся Ну что, ребят Моего любимого старшего сына Да И тебя тоже Какая-то неведомая сила вытащила из комнаты Да, Лёвушка? Маш, тебе пицца зашла? Да Да Понравилась пицца? Да, да Скажи, мама какая ты молодец Мама ты молодец Мама ты молодец Мама ты молодец Что за ты? Моха Мокрая? Что у тебя мокрая? Да, Лаврушу нравится Что? А, муха? Да ничего страшного улететь, муха Откуда муха у нас всё закрыта? Мама, где муха? И так, ну что, ребят Что? Конечно, вкусная Итак, ребят, смотрите Вот это вот пицца Я просто обожаю с грибами Но её вы знаете Вот так вот отсоединяем Там сыр тянется Всё как надо на картинках Смотрите Вот эти вот грибы с тёмными шляпками Которые шампиньоны с тёмными шляпками Они реально ароматнее гораздо, чем обычные Нам кто-то из подписчиков написал когда-то Под видео как каким-то волмартом Что вот эти вот с тёмными шляпками Они более ароматные Они реально более ароматные Они, знаете, даже напоминают по вкусу белые грибы Вообще, ребят, очень вкусно Очень вкусно Тесто обалденное получилось Толстенькое, как мы любим Но очень вкусно Сейчас Лизуху дождёмся На ночь ещё Не пришла Всё, у нас уже вечереет Гром гремит где-то Тучки уже почти везде Вон там ещё хорошо Вот так всё пусто Дорога пустая В общем, польёт ночью Видимо дождик А завтра, наверное, опять солнышко В общем, всё, ребят Как всегда, до завтра В общем, всё, ребят В общем, всё, ребят Пусть с тёмными шляпками В общем, всё, ребят В общем, всё В общем, всё